Выпускник европейской школы, первое знакомство с новым Kia Seed. Вокруг нового Seed только и разговоров, что о Европе, имя теперь современно антиспорт на Европе, создавался он с прицелом на Европу и, конечно, перенял долю европейских особенностей в дизайне, как экстерьера, так и интерьера. Но чем-то остался корейским. Разбираемся, где здесь однозначные плюсы, а что остается на уровне вкусовых предпочтений. Европейский по виду. Раззадорив нас своим Stinger и концептом Pro Seed, корейцы затем слегка остудили публику серийным хеджвегом, который оказался заметно менее дерзким, чем вышеупомянутые собратья. С одной стороны, это оправдано. Ему предстоит играть в более массовом и универсальном сегменте, чем тому же Stinger, а потому, заигрывая с новой аудиторией, нельзя бы забывать о старой. С другой стороны, кто-то нашел итоговую сдержанность, немного разочаровывающей. Как бы то ни было, дизайн, созданный в европейском дизайн-центре Киа во Франкфурте, под руководством Петера Шрайера и Геори Магойома, лучше всего можно охарактеризовать как продающий. Он свеж характерен и лишен неоднозначности. С точки зрения габаритов, новый СИД остался максимально близок к предшественнику. Колесная база в 2650 мм не изменилась вовсе, а увеличение ширины и уменьшение высоты на пару сантиметров невооруженным глазом не заметить. Кузов съехал назад относительно базы на 20 мм. Именно настолько уменьшился передний свес и увеличился задний. Итак, фотографии нового Киа СИД. Однако, если хэтчбэк СИД как-то по габаритам, так и по восприятию, стал лишь небольшой эволюцией прошлой модели, то куда бы большие метаморфозы претерпел универсал. В прошлом поколении он однозначно говорил своим видам, что появился на свет, потому что так было надо, не иметь универсала в сегменте, маветон и потеря небольшой, но стабильной аудитории. Новый же СИД неспроста обзавелся приставкой «Спортвагон». Очевидно, дизайнеры, обойдя несколько раз то, что у них получилось, и присвистнув, решили, что такой успех не грех и отметить отдельным именем. Универсал теперь не похож на утилитарную модификацию хэтчбэка, а его силуэт больше не напоминает морковку. Автомобиль получился гармоничным, пропорциональным и самобытным. Если и есть в этом корейском выпускнике европейской школы что-то по-настоящему европейское, то это не заигрывающее имя СИД, которое теперь расшифровали как для европейской общественности с европейским дизайном, а именно дизайн кормы универсала, который умело перенял черты успешных представителей этого класса. Внутренний мир, объемистые пятидверки продолжают заданный мажорный тон. Организация багажника заслуживает похвал. Здесь есть практически все, чего можно пожелать. Багажник подсвечивается, на обеих его стенках есть крючки. Слева расположилась розетка на 12 вольт. Задние сидения складываются отсюда же. Штатная шторка прячется в подполье, а организация основного грузового пространства осуществляется при помощи металлической рейки на продольных рельсах, которая легко скользит и удобно фиксируется. Более того, даже сеточки для мелкой поклажи и опциональная жесткая перегородка между грузовым и пассажирскими отделениями доступны в качестве опции. А суммарный объем полезного пространства здесь 600 литров. Для сравнения универсала Ford Focus этот показатель составляет 476 литров, а у Octavia Combi 588. Окончательно расставляет точки над и опциональный электропривод пятой двери, да еще и с опцией Smart File Gate, автоматически открывающий эту самую дверь, если подойти к ней с ключом в кармане и немного постоять. Давайте с вами посмотрим фотографии багажника. Багажник действительно объемный. Перемещаясь вперед в общий для хэтсбэга и универсала салон, никаких откровений в нем не обнаруживаешь. Он выполнен ровно в том же хорошем для всех ключе, впрочем, без европейских веяний не обошлось, и здесь самым заметным стал модный, или скорее уже примелькавшийся планшетовидный экран мультимедийной системы, взгромоздившийся на верх передней панели между воздуховодами. В топовом исполнении с навигацией его диагональ составляет 8 дюймов, но есть и варианты поскромнее на 7,5 дюймов. Экран по разрешению, отклику и удобству работы типично автомобильный. Жить с ним можно, но впечатления 2018 года он не производит. Отчасти это компенсируется функционалом, включающим как раз таки актуальные для 2018 года функции вроде Apple CarPlay и Android Auto. Вот только навигация от TomTom будет опять-таки полезна исключительно европейцам. В целом интерьер претерпел исключительно эволюционные изменения, качество материалов и дизайн, и раньше не вызывали явных нареканий, а теперь они пришли в соответствие с остальными свежими моделями. Здесь и руль с круглой ступицей, и вполне узнаваемый блок климата, приехавший вслед за экраном мультимедийки чуть повыше. Благодаря этому под ним освободилось место для беспроводной зарядки стандарта QI. Эта опция наконец-то начала проникать в автомобили среднего ценового сегмента. Пожалуй, это самая беспроводная зарядка и вентиляция передних сидений, самые значимые функциональные нововведения в СИД третьего поколения. Корейцы гордо говорят еще о полном обогреве лобового стекла, но это скорее устранение недочетов. Итак, вот так выглядит салон-интерьер QI-C нового. Европейский по духу. В основе СИД третьего поколения лежит платформа K2, которая, впрочем, никаких радикальных новшеств, кроме незаметных, а вроде увеличения жесткости, не сулит. На ней же, к слову, построены уже выпускающиеся Рио. Спереди здесь Макферсон, сзади многорычажка, которая у хэтчбэга и универсала настроена слегка по-разному. Последний адаптирован под немного больший вес и потенциальную нагрузку. Интересно звучит заявление корейцев о том, что новый СИД спроектирован исключительно для европейских дорог и в расчете на европейского покупателя. Несмотря на то, что мы по классификации KIA входим в Восточную Европу, кажется несколько нелогичным полагать, что дороги Кыргызстана, Азербайджана и России абсолютно равнозначны чешским и хорватским, не говоря уже о Западной Европе. Впрочем, о российских спецификациях и технике мы еще поговорим, когда они будут представлены, а обещанное сочетание комфорта и управляемости оценим на локальных тест-драйвах. Ну и раз уж мы заговорили о технике, стоит перейти к основному двигателям и трансмиссии. Европейские покупатели получат в качестве базового 1,4-литровый атмосферный двигатель на 100 л.с., а альтернативой ему станет литровый или 1,4-литровый турбомотор с непосредственным вспрыском на 120 и 140 сил соответственно. Еще один вариант 1,6-литровый дизель, от которого корейцы, в отличие от, например, японцев из Тойота, пока не отказываются. Линейка трансмиссии в Европе состоит из двух вариантов 6-ступенчатой механики и роботизированной 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Для нас же хорошей новостью должно стать сохранение в линейке 1,6-литрового атмосферного мотора с распределенным вспрыском, а также 6-ступенчатого гидромеханического автомата. Не все же Европе снимать сливки, в конце концов. Тем более, что некоторых технологических новшеств, вроде эко-пакета с активными аэродинамическими заслонками на носу и системы автономного управления второго уровня, способные самостоятельно двигаться по шоссе, держа полосу, разгоняясь и тормозя с учетом дорожной обстановки, нам, скорее всего, не видать. Впрочем, это точно не то, о чем стоило бы жалеть, а вот наличие адаптивного круиза, автопарковщика и некоторых других ассистентов будет полезным. Что в сухом остатке? Лучшие вести с появлением СИД третьего поколения пришли для тех, кто планировал приобрести универсал. Он вышел статным, функциональным и в чем-то даже выдающимся, если вы будете готовы за это платить. В остальном же эволюция корейского С-класса получилась вполне плановой, сбалансированная внешность, чуть подретушированный салон, улучшенное оснащение и точечно важные технические новшества. Остаются открытыми еще некоторые другие вопросы, вроде того, сколько придется заплатить за обновленный автомобиль и пропишется ли он в Калининграде, где сейчас собирают его предшественника. Но поставки машин в Россию из завода в Словацкой жили не должны начаться уже в этом году. Ждем. Итак, небольшой опрос. Стал ли автомобил лучше со сменой поколения? И четыре варианта ответа. Да, новый мне нравится больше. Второй вариант. Да, но только универсал. Третий. Ничего особого не изменилось. Четвертый. Нет, я бы купил второе поколение, пока оно еще есть у дилеров. Итак, посмотрим, как голосуют наши соотечественники. Итак, больше всего, 532 ответа наших соотечественников ответили то, что да, новый мне нравится больше. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!